В Щелково прошел рейд по неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги. По более чем 10 адресам должников, которым уже предъявлены в судебном порядке исковые требования за непогашенные коммунальные платежи, в минувшую среду рано утром нанесли визиты судебные приставы-исполнители Щелковского отдела Федеральной службы судебных приставов. Адреса, выбранные для проведения рейда, в домах на Дальнем Воронке, а также в центральной части города Щелково. Каждому из случаев подход индивидуальный. Те, кто проживают в квартирах, не всегда сами несут ответственность за накопившуюся задолженность. Бывает, что основные наниматели и собственники жилья просто отсутствуют. И потому вместо них вынуждены давать объяснение их арендаторы. Судебные приставы имеют возможность с помощью мобильных приложений находить имущество, которое может быть обращено в погашение задолженности. В случаях, когда в соответствии с полученными сведениями об имуществе, которое может быть продано в счет погашения задолженности, судебные приставы фиксировали наличие автомашин на парковках возле домов. Мы получили какие-то основные сведения о том, что либо продана квартира, либо должник проживает, не проживает, либо в двух случаях выяснилось, что должники скончались. Соответственно, кому-то вручены были квитанции об оплате задолженности, которая будет погашаться. И остальным должникам оставлены требования о явке на прием к судебному приставу для тех, кого мы не застали. В этот же день рейд был продолжен сотрудниками единого расчетного центра МособлЕРЦ, которые посетили 10 квартир-должников, чьи непогашенные платежи составляют от 7 до 80 тысяч рублей. Если не удавалось переговорить с жителями, задолжавшими за энергоресурсы, и, соответственно, не получалось выяснить порядок погашения долгов, производилось отключение электроэнергии в квартирах неплательщиков. Во всех случаях такие действия производились в соответствии с действующим порядком, как минимум после письменных предупреждений за 20 дней. Такие рейды проводятся в городском округе постоянно. Они связаны с тем, что администрации муниципалитета поставлена задача снизить долговую нагрузку по энергоресурсам. Проблемы неплательщиков населения, в частности городского округа Щелково, сейчас на данный момент составляют около 600 миллионов. Это и прямые платежи, и платежи через управляющие организации ресурсоснабжающих. Заместитель главы администрации Аркадий Собенников сообщил, что рейды в отношении злостных должников по коммунальным платежам будут продолжены на регулярной основе. Не реже, чем раз в неделю. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok